Сегодня в Бишкеке состоялся несанкционированный митинг возле памятника Максима Горького. Милиция арестовала организаторов акции. По мнению оппозиции, правительство немедленно должно освободить арестованных и решить проблемы социального напряжения в стране, снизить тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги. Однако, по мнению экспертов, накал общественных волнений в Киргизии с начала марта этого года приводит лишь к дестабилизации порядка в республике. Оппозиция грозит правительству массовыми акциями протеста. Президент Курман-Мед Баки во время тюльпановой революции обещал быстро решить социальные проблемы. Здравствуйте, Витенька! Здравствуйте! А Надя еще не пришла? Нет. Да я вот хотела спросить рецепт пирога ее покойной мамой. Ну, помнишь, какие она пироги пекла? Да, были бы живы ваши родители, все было бы совсем по-другому. Дядь Маш, от меня-то вам что надо? Да ничего, Витенька, я так просто, скорость оплата за квартиру. А что-то часто к вам гости стали приходить? Вот это уже не ваше дело. Ну, ты опять как говоришь? Тебе же врачи запретили. А знаешь, что я сегодня принесла? Я принесла... Твой любимый шашлык от Ахмета. Он, кстати, передавал тебе большой привет. Ну, вы поедите, я везде ничего не еду. Держи. Ну, представляешь, сегодня бухгалтерия что-то намутила с квартальным отчетом, и шеф заставил весь отдел искать ошибку. А я как будто соображаю их отчетность. Так смешно? Ну, это же не моя работа. А весь отдел как заведенный сидит и ищет ошибку. Вот я посмеялась от души. Ну, про себя, конечно. Тетя Маша сегодня приходила. И что она хотела? Растет недовольство со стороны оппозиции и их сторонников. В нескольких областях Хиргизии оппозиция грозит массовыми протестами. В Мишкеке произведен арест лидерам оппозиции, что привело к громким призывам оппозиционеров к активному противодействию. Противники президента Хиргизии Курмунки Кабакиева стихиво собрались на поддержке арестованным лидером оппозиции. Власти задержали практически всех авторитетных политиков, социал-демократов. Зачем взял деньги? Ты зачем взял деньги? Мне нужны были наушники. Ты знаешь, что моей зарплаты не хватает? Что я трясусь над каждой копейкой? Они мне что, просто так достают за эти деньги? Это ты будешь там бесплатно сделать операцию в Москве за красивые глаза, да? За твоими можете смотреть. Доктор, это нечестно. Мы с тобой договорились, что для нас главное – это собрать деньги тебе на операцию, спасти твою жизнь. Другого пути у нас с тобой нет. Мы с тобой это обсуждали. Как тебе не стыдно упрекать меня? Я так тоже не могу. Мне нужны эти наушники. Я не могу это слышать каждый вечер. Я сойду с ума от этого. Как ты не понимаешь? Я не могу это слышать. Добро быть и пропадом эта операция. Пойми тебя, пожалуйста, в руки. Это отвратительно. Я так больше не могу. Неужели ты не можешь это делать вне дома? Если я подниму цены, они не пойдут. Они не захотят за такие деньги. Тогда мы с тобой ничего не соберем. А мне нужны эти наушники. Я больше не хочу это слышать. Не хочу, не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу. Не хочу это слышать. Не хочу. Не хочу. Прости меня, пожалуйста. Я хочу. Пожалуйста. Пожалуйста. Все прости, не двое, не будьте посмотрите, не у нас. Алина Исмаиловна, я могу услышать вашу супругу? Ее нет дома. Жаль. Виктор, я хотела бы напомнить, что я очень беспокоюсь за ваше здоровье. И нам нужно поторопиться с операцией. Ваша очередь в Москве может пройти. Или кто-нибудь отсюда может перехватить вашу заявку. Мы над этим работаем. Да, я понимаю. Но вам нужно поторопиться с деньгами. Да, еще 20 заходов осталось. Простите, не поняла? Да ничего. Надя вам перезвонит. До свидания. На сегодняшний день Роза Атунбаева вынуждена... Вынуждена ее слепать! Роза Атунбаева вынуждена. Как ты сегодня? Нормально. А у нас сегодня пиршество. Я купила пироженки. Клево. Врачиха звонила. Что говорит? Торопит с деньгами. Сейчас справимся. Давай праздновать. Спустя новая недовая, как ты любишь. Будешь? Нет, вот этого. Картошку. Картошка очень вкусная у них. Да. Угу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ